Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике я покажу вам, как можно модернизировать ацетиленовую горелку, да так, чтобы она могла превосходно работать на смеси пропана и сжатого воздуха. Для своего эксперимента на местной барахолке я приобрел вот такой бэушный резачок. Он практически в работе не был, тем более мне дед еще дал в наброску два вот таких ствола. Достался он мне буквально за 500 рублей. Я считаю, что это очень даже недорого. Тем более, что по прямому назначению я его использовать в принципе никогда и не буду. Для того, чтобы по-быстрому попробовать горелку в работе, я подсоединил все вот на такие шланги. Ни в коем случае не повторяйте такую конструкцию, так делать нельзя, это все неправильно. Но мне нужно очень быстро это все включить в работу. В качестве самого пропана я буду использовать вот такой баллон. Уж извините, полноценным пропановым баллоном я еще не обжился. Ну а в качестве источника сжатого воздуха я буду использовать обыкновенный компрессор. На манометре я выставил две атмосферы. Итак, как же поведет себя горелка со стандартным стволом, но при использовании пропана и сжатого воздуха? Попробуем. Добавляем воздуха и пламя естественно срывает. Даже если мы подадим совсем немножко пропана и будем прям четко подавать воздух, ну все, ничего из этого хорошего не выйдет. Дело все в том, что здесь нужна специальная форсунка и немножко нужно переделать сам ствол. Приступаем. Для адаптации самой горелки к пропану и воздуху я буду использовать самый маленький ствол. Его диаметр 6 мм. И выполнен он из толстостенной латунной трубки, что в моем случае очень даже хорошо. Медный наконечник я отпилил. Он мне больше здесь не нужен. На внешнем диаметре самого наконечника я нарезал резьбу М6. И внутри у меня получилось нарезать резьбу М3. Благо трубка очень толстая. Теперь необходимо немножко доработать сам ствол. Внутри каждого ствола имеется жеклер. Изначально в горелке спроектировано следующим образом. Здесь в жеклёре имеется центральное отверстие, которое очень маленького диаметра, и два боковых, которые уже больших диаметров. В горелке изначально кислород подается в центральное отверстие, а ацетилен подается в два боковых. В случае с пропаном и воздухом я буду использовать чуть-чуть ее по-другому. Газ я буду подавать через синий вентиль, а воздух я буду подавать через красный вентиль. Почему? Потому что здесь нужно совсем немножко пропана и очень много воздуха. Центральное отверстие я рассверлил на 1 мм. Ну и, собственно говоря, модернизация самой горелки, в принципе, закончилась. И сам функционал горелки, он не потерян. То есть мы вставляем любой другой ствол, который к ней шел в комплекте, и можем ее использовать по прямому назначению ацетиленкислород. В качестве корпуса для самой форсунки я буду использовать латунную трубку наружным диаметром 25 мм. Внутренний диаметр у нее 21 мм. В принципе, можно использовать любые диаметры, как наружные, так и внутренние. О всех необходимых пропорциях я расскажу вам дальше. Материал. Форсунку можно изготовить из любого подходящего материала. Латунь, медь, сталь и нержавейка. Ну и за исключением, конечно, алюминия, потому что он тупо расплавится. Для большинства я, конечно, рекомендую использовать стальную трубку. Почему? Потому что один торец этого цилиндра необходимо будет полностью заварить и зашлифовать. Сделать, так сказать, своеобразный стакан. Для большинства сварка просто доступна. В моем случае доступна пайка. Поэтому я буду использовать латунь. Ну и в качестве заглушки буду использовать 10-рублевую монетку. Я подгоняю ее под размер и запаяю медно-фосфорным припоем. Этого будет достаточно более чем. Также необходимо раздобыть толстостенную медную трубку. Ее диаметр 6 мм, внутренний 4 мм. Нужна именно толстостенная трубка. Почему? Потому что на таком кусочке будет нарезаться с двух сторон резьба М6. Также необходимы три гаечки М6. И одна такая удлиненная гаечка тоже М6. В принципе, для форсунки больше ничего не требуется. На самой латунной трубке при помощи маркера делаю отметку в 45 мм. Теперь наношу отметку по кругу самой трубки. При помощи болгарки отрезаю все лишнее и оставляю небольшой припуск на обработку. Теперь необходимо отшлифовать торец трубки в размер. Керню монетку и сверлю отверстие диаметром 6 мм. Далее я зажимаю монетку двумя гайками М6 на шпильке. И при помощи шуруповерта обрабатываю ее до необходимого мне диаметра. В ходе обработки 10-рублевой монеты планы немного поменялись. Я думал, что она латуневая, а оказалось, что она стальная. Но это не беда. Она будет выполнять роль растекателя внутри этой форсунки. Останется лишь только с двух сторон ее отшлифовать, чтобы все было ровненько. Ну а на донышко я нашел 2 мм медную пластинку. Ее также обработал, как и саму монету. И сюда ее запрессовал. Она сидит здесь очень плотно. Теперь необходимо это все обпаять меднофосфорным припоем. После пайки я окончательно обрабатываю корпус форсунки, обрабатываю торец и внешний диаметр самой трубки. Медную трубку отрезаю длиной 55 мм. Обрабатываю торцы трубки на наждачном круге, а также наношу фаски. Нарезаю резьбу плашкой М6 с двух сторон. Итак, на медной трубочке нарезана резьба. Глубина резьбы по 15 мм с двух сторон. Отложим ее пока в сторону. Дальше что я буду делать? Я взял шпильку М6, на нее затянул две гайки. В общем, какая задача теперь предстоит? Нужно затянуть эту шпильку в шуруповерт и сточить эти гаечки в цилиндр. Нужно как можно ближе подойти к самой резьбе. Одна из гаечек должна иметь коносообразную форму. Итак, форсунка практически полностью готова. Как вы можете видеть, конструкция здесь примитивно простая. Рассекатель, в котором будут просверлены отверстия, затянуты двумя гаечками, центральная трубка, упорная гайка, ну и сам, собственно говоря, корпус. Эта вся конструкция в сборе вставляется внутрь и затягивается удлиненной гайкой. Осталось выполнить самую ответственную часть, это просверлить все необходимые отверстия. Но для того, чтобы начать сверлить отверстия, я расскажу вам о том, как же все-таки эта форсунка работает. Скажу сразу, до всего доходило экспериментальным путем и потратил на это огромное количество времени. А все почему? Да потому что информации этой просто нет. В общем, здесь потоки газов разделяются на две части. Основное и вспомогательное. Основной поток проходит через центральную трубку, он выходит с большой скоростью. И вспомогательный, который будет проходить через просверленные вот здесь отверстия, он будет выходить уже с меньшей скоростью, завихряться внутри форсунки и проходить через рассекатель. Для чего нужен вспомогательный поток? Вспомогательный поток является поджигающим пламенем, то есть он горит уже примерно на таком расстоянии от центральной жилки и поджигает центральный факел. Отношение отверстий. В общем, внутреннее отверстие самой центральной трубки 4 мм. Значит, здесь я буду сверлить 5 сквозных отверстий диаметром 4 мм. Получается отношение 1 к 10 по площади. Что будет, если просверлить меньше отверстий? Например, 1 к 8. Получается, факел становится очень длинным, но пламя нестабильное. То есть его постоянно норовить срывать. Если здесь отверстий просверлить больше, чем 1 к 10, например, 1 к 14, получается пламя очень размытое и центральная жилка очень короткая. В рассекателе просверлены будут тоже отверстия по отношению 1 к 10. В моем случае я буду сверлить 48 отверстий диаметром 1,8 мм. И еще, если вы будете работать в мастерских, где нет задува ветра, то тогда саму центральную трубку нужно сделать заподлицо. Вот так. Если вы собираетесь работать на воздухе, на открытом, где есть боковой ветер, чтобы само пламя не задувало, то есть саму центральную трубку необходимо углубить внутрь. Но тут есть как бы и плюсы и минусы. То есть, когда у нас трубочка заподлицо, сама форсунка практически не нагревается до высоких температур. Но если мы углубим, то нужно понимать прекрасно, что сама трубка будет очень сильно нагреваться. Но если она стальная, то в принципе здесь ничего страшного нет. В моем случае она латуневая, и перегреть мне ее никак нельзя. В моем случае она латуневая, и перегреть ее. В моем случае она латуневая, и перегреть ее. После сверления и рассверливания получился вот такой друшлаг. Со стороны может показаться, что сверлить такие отверстия кошмар. Но нет, при хорошо заточенных сверлах сверлить одно удовольствие. Теперь эту форсунку можно собрать в общую конструкцию. Гаечку удлиненную я немножко подрезал, так как мне необходимо было. Ну и теперь в принципе можно это все затянуть ключиком на 10. Ну и накручивается на горелку она следующим образом. Для того здесь была нарезана внешняя резьба М6. Все, горелка готова к эксплуатации. По такому же точно алгоритму я изготовил еще самую маленькую и среднюю горелку. Размеры я сейчас вам скажу. Самая маленькая горелка. Внутренний диаметр форсунки 14 мм. Внутренний диаметр центрального ствола 2 мм. Это самая маленькая для мелких работ. И средняя, где можно выполнять более-менее такие средние работы. Внутренний диаметр 16 мм. И внутренний диаметр самого сопла 3 мм. Вот. Маленькая горелочка накручивается на внутреннее отверстие самого ствола. Для этого я внутри самой горелки нарезал резьбу М3. То есть это совсем маленькая уж такая горелочка. Ну вот так. Итак, посмотрим, что у нас из этого всего получилось. Начнем с самой маленькой насадки. Вкручиваем. Открываем пропан. И добавляем воздуха. Офигительно! Ага. Надо побольше давления дать. Побольше воздуха. И побольше пропана. Довольно-таки приземистая горелка. Обалденная иголка. Так. Ну-ка перекроем сам воздух. Пропан уменьшим на самое минимум. И тут, наверное, можно сделать вообще очень тоненькую иголочку. Ну, это супер вообще. Отличная иголка. Ну, а если подать больше газа и больше воздуха, превращается в оптоген, по большому счету. Ну, классно. Насадка номер два. Средняя. Пропан. Воздух. Класс. Можно углероживающее пламя делать. Можно бедное пламя делать. Устойчиво. Устойчиво. Обалденно. Ну, и насадка номер три. Самая жирная. Пропан. Воздух. Обалденная форсунка получилась. Я вам скажу. Можно тоже варьировать иголкой, как угодно. Побольше воздуха, побольше пропана. Ну, классно. Теперь я проведу испытания. Испытания буду проводить, естественно, на меди. Начну с самой маленькой горелочки. Самая маленькая. Которая, в принципе, нужна, как бы, для пайки. Очень маленьких изделий. Маленький кусочек меди. Но поддался без проблем. Попробуем сделать потоньше. Поменьше воздуха. Будет вот так. Попробуем. Что-то сможешь сделать с большим кустом меди. Попробуем. 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 Шикарно, на такой маленькой форсунке И такая производительность Справляется вообще без всяких проблем Ну классно Ну а тогда уже среднюю я пробовать не буду Я сразу попробую Большую горелку В общем я поставил самую большую горелку Которую и изготовил в этом видео Теперь хочу попробовать ее в качестве плавки металлов Есть у меня кусок меди Из проволочек связанный Вес его 31 грамм Ну посмотрим Как ты справишься с этой задачей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Довольно таки легко Можно сказать Слиток меди Получен Ну и остались у меня тут от фитингов Латунные Переходнички Температура плавления у них конечно ниже Справиться должен вообще Очень быстро Очень быстро Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну собственно говоря Вообще без проблем Отличная получилась форсунка В принципе ей можно спокойно Плавить металл В разумных конечно количествах Ну и Для пайки прогревать Такие уже достаточно габаритные Заготовки Итак мои дорогие друзья Как выяснилось Можно заставить работать пропан Сжатым воздухом И в принципе по большому счету Здесь нет ничего сложного Форсунка в своей конструкции Очень простая И изготовить ее Не составляет никакого труда В общем мне Эта штука Очень сильно понравилась Почему? Потому что Во-первых Есть три размера форсунок То есть Можно сделать пожирнее Можно сделать поуже Можно сделать для среднего Такого использования Можно сделать тонкую иголку Можно сделать большой факел Если добавить еще и давление С компрессором Можно сделать вообще Практически автоген Ну не для резки конечно металла Все это конечно нацелилось Для пайки В общем Мне эта технология понравилась Использование газа В качестве пайки Мне понравилось Производительность тоже очень хорошая И я уже позадумываюсь о том Чтобы купить Дистилитровый баллон с пропаном И во всяком случае Чтобы здесь у меня в мастерской Был пост Для пайки Газом И сжатым воздухом То есть Действительно Да Все работает И меня прям Все как бы устроило Ну Для тех кому это видео было полезным Не забываем ставить палец вверх С вами был Александр На сегодня всем Пока